добрый день сегодня 18 марта 2024 года и сегодня весь мир все мировые средства массовой информации облетела новость о том что король великобритании карл 3 неожиданно скончался было опубликовано сообщение на бланке дома винзоров ну дословно я озвучу перевод король неожиданно уехал вчера после полудня 18 марта 2024 года не говорится куда он уехал в каком направлении неожиданно уехал сейчас все мировые сми публикуют опровержение что якобы король карл на месте прекрасно себя чувствует но но как говорится дыма без огня не бывает ну нам всем известно что король карл болен что у него была обнаружена онкология так вот значит напомню что в январе 2024 года в средствах массовой информации появилось значит сообщение что король карл готов и собирается передать трон своему старшему сыну уильяму и спустя какое-то короткое время именно тоже в январе 2024 года появилась новость о том что у принцессы кейт состоялась якобы плановая операция на брюшной полости и с тех пор кейт в информационном пространстве до сих пор не появилась то есть прошло уже два месяца и они больше ничего не слышно когда появилась информация о том что король карл третий болен сразу значит букингевский дворец стал разрабатывать план на случай похорон короля и этот план называется минайский мост напомню также что посты о смерти королевы елизаветы второй стали появляться с 8 сентября 2022 года и и тогда многие сми подтверждали эту новость скриншотом с твиттер аккаунта ну твиттер у нас запрещен на территории рф с твиттер аккаунта the guardian потом оказалось что якобы это фейк этот аккаунт фейковый и таким новостям вроде бы доверять не следует однако одновременно с этой новостью к месту где проживала на тот момент королева елизавета вторая стали съезжаться члены королевской семьи спустя уже несколько часов после информации якобы фейковой информация подтвердилась официально елизавета вторая скончалась ну что из себя представляет план мост минай этот план назван в честь подвесного моста через пролив минай соединяющего остров англси с территорию эльса по плану первым о смерти короля узнает премьер-министр и другие члены кабинета затем эту новость в прямом эфире сообщают на телеканале bbc и планируется что после королем будет провозглашен принцу или так вот в чем вся пикантность этой ситуации что незадолго до этого согласно британским источникам производственный отдел bbc эванс был уведомлен о необходимости следить за важным заявлением от королевской семьи в связи якобы с проблемами со здоровьем карла третьего но кстати в отличие от кейт короля короля карла третьего все могли лицезреть наблюдать он появлялся перед публикой как бы его состояние здоровья ничто не предвещало но кто-то связывает такую секретность с возможностью утечки информации что якобы эту информацию держит в секрете от младшего сына короля гари который все может рассказать в прессе но тут еще как бы ситуация осложняется тем что в случае если власть будет передаваться принцу или ему то неизвестно что с принцессы кейт жива она мертва в каком она состоянии находится до сих пор от Букингенского дворца никаких официальных сообщений нет была опубликована какая-то фотография но и она была признана фейковой потому что ну уж совсем грубая подделка и получается что преемник первой в очереди Уильям не может вступить на престол поскольку его супруга находится в таком нездоровом состоянии неизвестно жива ли она принц Гарри тоже сошел с дистанции поскольку он был лишен всех титулов и званий и существует определенное как бы предсказание определенное пророчество что следующим королем Великобритании может стать тот кто даже на трон совершенно не рассчитывал ну скорее всего что дыма без огня не бывает скорее всего что эта новость подтвердится о смерти короля Карла надо просто подождать вот вполне возможно что Винзеры взяли паузу вот потому что ситуация несколько не типичная да то есть прямые наследники по прямой линии они все сейчас получается недостойные наследники и просто ситуация аналогично кончине Елизаветы второй то есть будут ждать какую-то красивую дату по нумерологии и уже тогда будет официально объявлена новость о том что король Карл покинул этот мир ну будем следить за развитием событий я думаю что в ближайшее время ситуация будет проясняться потому что после смерти конечно Елизаветы второй Букингемский дворец не оправдывает своих ожиданий от своих подданных и тут и ситуация с болезнью принцессы Кейт и с самим Карлом и трагические события связанные с убийством их родственника Томаса который был найден со смертельным огнестрельным ранением в голову в общем однозначно что в этой семье что-то происходит поэтому будем следить дальше за развитием событий а пока у меня вся информация благодарю за просмотр и до новых встреч